ДНР Ополчение ДНР пытается окружить южную группировку украинской армии частей нацгвардии у села Мариновка Шахтерского района Донецкой Республики, которая находится в 10 километрах от границы с Россией. Напомним, южная группировка карательных сил Киева находится в тактическом окружении сил народного ополчения. Также сообщается, что силы народного ополчения подбили еще один штурмовой самолет авиации киевского режима, в этот раз над Горловкой. Штурмовик с густым черным хвостом ушел в сторону Миргорода, дальнейшая его судьба неизвестна. Боевики нацгвардии Украины разместили не менее 4 установок РСЗО «Град» в поселке Еленовка в 10 километрах от Донецка. Дальность стрелбы Града может составлять до 40 километров, однако это оружие не считается высокоточным при применении на большие расстояния. Организация Объединенных Наций готова рассмотреть данные о применении Киевом, запрещенных к использованию кассетных бомб на востоке Украины, заявила Верховный комиссар Организации по правам человека Нави Билей. Очередной доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, касающийся ситуации на Украине, будет представлен в августе. Оценочная группа секретариата ОБСЕ вылетела сегодня в Ростовскую область России для посещения пограничных пунктов Донецк и Гуково на границе с Украиной, сообщил пост пред РФ при ОБСЕ Андрей Килин. Как ожидается, группа вернется в выходные и представит свой доклад в начале следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова